Месут Азил родился 15 октября 1988 года, в городе Гельзинкирхен в семье турецких эмигрантов. Страна находилась в промышленном кризисе, 70% мигрантов сидели без работы, а за тяжелый труд платили копейки. Семья Азила прозябала в нищете, еле сводя концы с концами. Месут вспоминает, что маме приходилось трудиться уборщицей в двух местах, поэтому дети ее почти не видели. Семья поселилась в старом многоквартирном доме. Мальчик стеснялся убогого жилища и в школе называл другой номер дома для водителя автобуса. Футболом Месут увлекся в раннем детстве, днями напролет гонял мяч с детворой, живущей по соседству. Мальчишки выбрали кумиром великого футболиста Зинедина Зидана и пытались научиться его технике. Отец заметил страсть сына к игре на траве и когда ребенку исполнилось 6 лет, отвел его в спортивную школу, которых в дальнейшем будущая футбольная звезда сменила множество. Дело в том, что папа Мустафа Азил был уверен в таланте наследника, поэтому при любом подозрении в непрофессионализме тренера менял школу. Месут успел поиграть в Вестфалия 04, Тевтоний Шальки Норд, а в 2000 году получил первый контракт с Рот Вайс Эсеном. Скромная молодежная команда именно тогда сумела попасть во второй немецкий дивизион. Яркую игру подростка заметили профессионалы футбола, осыпав предложениями. Большую настойчивость проявили представители клуба Шальки 04, членом которого и стал Азил, начав профессиональную карьеру. В 17 лет Месут Азил уже играл в Кубке Лиги в основном составе Шальки, который гордился сильнейшими игроками. Новичок не подвел, сумел заменить полузащитника Кассио де Соузу Саареса, известного под псевдонимом Линкольн. Месут удивлял трудоспособностью, за второго сезона умудрился отыграть 37 матчей. Руководство Шальки надеялось, что талантливый спортсмен войдет в костяк команды, но в 2008 году тот отказался подписывать контракт. Турка не соблазнила увеличение зарплаты до 1 миллион евро в год, поэтому клуб заявил о том, что спокойно с ним прощается. За обладание способным футболистом поборолись прославленные клубы, даже английский арсенал желал заполучить Месута. В этот период перед юношей стоял непростой выбор, ему предложили играть под флагом исторической родины. Но он отказался, приняв германское гражданство, чем вызвал бурю негативных эмоций со стороны соотечественников. В конце концов молодой полузащитник примкнул к рядам одного из лидеров немецкого футбола Бременского Вердера, который выложил за контракт 4,3 миллиона евро. Хавбек проявил блестящие способности, особенно запомнился по матчам против Баварии, которая проиграла со счетом 2-5, и Хофенхайма, уступившего Вердеру один гол. Азилу удалось быстро стать лидером команды. 2009 год для Бременцеев выдался счастливым клуб, занял третье место в Лиге чемпионов, добрался до игр за кубок УЕФА, правда, проиграл, взял кубок Германии. В 2010 году Месут сменил клуб. В конце августа футболиста перекупил Реал Мадрид, а осенью он уже забил первый гол в его составе. В том сезоне команда с Азилом смогла укрепить лидерство на спортивной арене, завоевав Кубок Испании. В дальнейшем немецкий полузащитник внес огромный вклад в чемпионство Реала. Благодаря его работе в полузащите клуб выиграл по разу Кубок и Суперкубок Испании, побеждая в очень сложных матчах. Следующим прорывом в футбольной биографии стал прием в легендарный английский арсенал. Месут Азил обошелся клубу недешево в 45 миллионов евро, однако надежды немецкий спортсмен в первом сезоне не оправдал. Команда хоть и взяла очередной трофей в виде Кубка Англии, но Месут результативностью не блистал. В следующем году Азил из-за травмы долгое время отсутствовал, но за короткий промежуток сумел набрать хорошую форму. Это помогло в очередном сезоне обыграть чемпиона Челси, вырвав английский Суперкубок. К концу 2016 года Месут носил звание лучшего полузащитника премьер-лиги и игрока Арсенала. В конце 2017 года Азил удивил фанатов и представителей футбола непомерными амбициями. Мужчина заявил, что контракт с Арсеналом продлит только в том случае, если клуб сможет платить 395 тысяч евро в неделю сумма астрономическая даже для членов премьер-лиги. Месута тут же обвинили в шантаже и даже мошенничестве, а английские эксперты не увидели в возможном уходе спортсмена трагедии для клуба. Однако в начале 2018 года мир облетела новость, что Турак остается в Арсенале, контракт продлен на три года, а платить футболисту будут 340 тысяч евро за семь дней. Таким образом, Месут Азил стал самым высокооплачиваемым игроком в лондонском клубе. В апреле фанаты Арсенала ликовали в Лиге Европы, команда победно сразилась с московским ЦСКА, Месут стал автором три голевых передач. Смена тренера команды Ноу Най Эмири заметно сказалась на успехе лично Азила. Наставник посчитал полузащитника неподходящим для разработанной им стратегии, и при всей ранее зафиксированной блестящей статистике и астрономической зарплате футболист за сезон 2018-2019 забил всего шесть голов и выполнил три результативных пасса. Дальнейшая карьера игрока была сопряжена со скандалами несогласия Месута с сокращением зарплаты во время паузы из-за пандемии коронавируса вызвало неодобрение руководства. Игрока перестали выпускать на поле, что продолжалось до 2021 года, пока стороны не расторгли договор. Бывший тренер команды Арсен Венгер, которого полузащитник очень уважал, отметил, что Месут зависим от комфортной обстановки. Ее игрок обрел в турецком клубе. 32-летний Азил наконец решил порадовать турецких болельщиков, примкнув к Фенербахче, однако задержался там всего на 1,5 года, после чего сменил клуб на Истанбул Башак Шехир. Месут Азил выступал за сборную Германии в числе игроков моложе 21 года, а частью взрослой команды стал зимой 2008-го. Полузащитник попал в список футболистов, которые удостаивались чести защищать Германию на чемпионате мира 2010. Заслуги футболиста отметили номинации на «Золотой мяч». Месут помог команде занять третье место на чемпионате Европы в 2012 году, взять золото на ЧМ, который спустя два года прошел в Бразилии, а на чемпионате Европы, 2016 сборной, хоть и не удалось вернуться домой с победой, зато футболиста назвали лучшим игроком после победы над командой Северной Ирландии на групповом этапе. Чемпионат мира 2018 начался со скандала, в котором Азил был одним из действующих лиц. Часть футбольной элиты осудила игроков немецкой сборной за опубликованное перед соревнованием фото с президентом Турции. Команда Германии на турнире вопреки ожиданиям не показала должного уровня и не вышла из группового этапа. Причем Месута, сыгравшего всего в двух матчах, выставили главным виновником провала. После этой скандальной истории полузащитник покинул сборную, объяснив решение несправедливым отношением при победах команды футболиста считали немцем, при проигрышах иммигрантом. Кстати, во время проходившего в Катаре в 2022 году чемпионата мира многие болельщики поддержали Месута Азила, подчеркивая разницу между спортом и политикой. Немецкий футболист не был обделен вниманием прекрасной половины человечества. Пресса обсуждала его продолжительный роман с моделью Анной Марией Лагербом, родной сестрой певицы Сары Коннор. Девушка даже ради любимого приняла ислам и пожертвовала профессией, перестав сниматься в откровенных фотосессиях, но женой так и не стало. Нежные чувства футболиста связывали с германской красавицей и вокалисткой Мэнди Грейс Каприста, стоп-моделями Клаудией Галанти и Аидой Еспикой. Летом 2017 года заговорили о серьезном романе Месута «Смисс Турция» 2014, моделью и актрисой Амини Гюльша. Поползли слухи, что футболист наконец устроит личную жизнь и распрощается с холостяцкими привычками. Свадьба прогремела летом 2019 года и имела пару особенностей, привлекших внимание прессы и удививших широкую публику. Наибольший резонанс получила новость о том, что свидетелем полузащитника стал президент Турции Реджеп Эрдоган. Но и то, что Месут с молодой женой в честь торжественного события пожертвовали крупную сумму, рассчитанную на тысячу операций больным детям, вызвало умиление и симпатию общественности. Спортсмен не отличается внушительными габаритами, при росте 183 см Азил весит не больше 76 кг. Футболисты знают как мужчину со спокойным нравом, скромного и скупого на слова. А еще многие находят невероятным сходство полузащитника Сенце Феррари.